и можно начинать то уважаемые дамы мы продолжаем нашего столь увлекательное путешествие в мир книги шмуют как всегда лишь началом шарки шумком дома какое у нас сегодня число вот эта подготовка я могу идти цель достигнута единственная настоящая цель всего нашего все наши занятия это внедрение еврейского календаря если она достигнут там все могу идти сегодня 17 яра 575 года и вы знаете что сегодня вечером блогба умер пока у нас до оси а сегодня у нас лев бауна лакба умер не могу искать нескольких слов об этом дне поскольку уж очень важный связан с именами рабе акива ради шимона бар юха и восстание барков вы знаете что закрою дверь что с точки зрения увидел раб бенешай вспомнил что первый ивритский урок на который начал ходить это был урок рада юда бенешая и ничего не понимал но мне было хорошо потом я понял я казалось что это урок по морали я знаю что по морали что он говорит не знал это к тому что надо ходить на ивритские уроки что повышать иврит лакба умер это праздник который конечно связан с восстанием барков вы понимаете гмара говорит загадочные вещи погибали ученики рабе акивы плохой смертью кто-то говорит это смерть аскара что такое аскара никто толком не знает темные вещи но с точки зрения исторической мы знаем и это написано в письме ровы шри вагаона вы гуляли камень погибать шаулю есть там улица права шри вагаоны так вот ров шри вагаон эпохи гаонов естественно он пишет что ученики рабе акивы 24 тысяч человек погибли в том что он называет шмаг в терминологии того времени шмаг это восстание барков да это ясно ради акива поддержал барков бу считал его однозначно машеха и его ученики сражались видимо в лакба омер был какой-то день победы у них что-то произошло прекратили ученики рады акива погибать физ этим мы этот день отмечаем ну и плюс к этому сюда отнесли и день смерти раби шимона бар юхая и раби шимон бар юхай на самом деле связан с этими событиями тем что он ученик рабе акивы и он хотел поднять новое восстание против римлянгом она об этом говорит могут намеками римляне его преследовали он бежал в пещеру и там родилась книга зону по крайней мере те идеи которые потом ее составили иными словами день это связывает две вещи во первых восстание против рима а во вторых в нашу внутреннюю тору который называется каббала и видимо эти вещи связаны как они связаны они связаны таким образом что именно носители вот этой внутренней энергии наши торы раби акива ученик раби шимон бар юхай они-то и являются главными борцами за свободу и независимость израиля и поэтому они не могли смириться с римскими владычество знаете были другие мудрецы которые в общем то смирились с римским владычеством от раби акива нет его ученик раби шимон тоже нет поднимали восстание и это свидетельство того что тура их была настоящей тора за центральные фигуры туры израиля а теперь хочу вернуться к нашим героям шму и вторая часть и было после смерти шауля вернулся давид посока поразила малики тян помните он ведь вернул все награбленное и семьи помните или не помните окей и пробовал давид цикл аги два дня цикл от на карте это в районе сегодняшние азы и давить не знает чем кончилась война даже не знает чем она началась и было на 3 день пришел человек из лагеря шауля и одежда на нем разодрана и прах на голове его и когда он пришел к давиду он пал на землю и распластался скрыть и что означают эти детали что одежда разодрана и прах на голове его что это означает скорбь человек находится в состоянии скорби произошла какая-то трагедия а почему он распластался перед давидом то есть он относится к нему как царю то есть из этих движений уже ясно что произошло он хочет им сказать что шауль и войска израиля погибла и давид теперь царь а потому что на самом деле никакой второй книги не существует это провокация христианская они поделили есть один шумуэль 1 мелахим 1 эзра 1 книга девреями это все провокации с такими темпами что у нас на каждом на каждой неделе есть такие пропуски я не знаю смогу сможем ли мы добраться до конца этой книги но надежда есть и сказал ему давид откуда пришел ты и сказал он из лагеря израиля спасая бегство и сказал ему давид что случилось прошу расскажи мне и рассказал тот что народ бежал с поля битвы и что многие из народа пали и умерли и шауль и латан сын его умерли скажите то что народ погиб и было поражение любой человек который был там в этом районе он конечно это понимает но откуда он знал что погибли конкретно шауль и лата представьте себе при такой неразберихе балаган война ты знаешь такие подробности при полном отсутствии средств информации а приближенный к ним ты интересно хотелось бы узнать и сказала буду и сказал давид юношу рассказываешь ему как узнал ты что умер шауля танцин его через и сказала ему юноша рассказываешь ему случился я на гору гильбо и вот шауль опирается на копье свое а тут колесницы и всадники настигли его тогда он оглянулся назад и увидев меня позвал меня и сказал вот я искал мне кто ты я скалом или китянин я и сказала мне встань надо мной убей меня ибо смертельная дрожь охватила меня а все еще душа моя во мне и встал я над ним и добил его ибо знала что он не будет жить после как пал на меч свой и взял я венец бывшего него на голове пусть корону и браслет бывший на руке его принес их сюда господину моему то что он рассказывает а случился я на гору гильбо шоу я библиотеку вы понимаете я оказался на горе гильбо тут смотрю шауль погибает и всадники скачут и добил я его и вообще он малики тяги скажите как воспринимать этот рассказ нету и прежде я я смотрю на этого человека глазами давида верить им не верить открыт правда ли то что он рассказывает или он все это выдумал тем более что у нас с вами была другая версия помните предыдущей главе описывалась как предыдущий главах описывалась как давид не давид как шауль увидев что его достигает лучники попросил своего оруженосца добить его тот этого не сделал и тогда шауль сам упал на свой меч помните и оба умерли этот оруженосец тоже здесь мы видим что он опирается на копье и добивает его амалекитянин кому верить и вообще как относиться к этому рассказу то что он амалекитянин не решает проблему правда это или неправда давид хочет знать это правда или неправда как он может оценить этот рассказ иными словами что однозначно ясно из этого рассказа а что остается в тумане есть один факт который абсолютно точно ясен мне из этого рассказа вне зависимости от личности этого товарища какой факт что шауль погиб откуда я знаю что шауль погиб да давид про давид я не мы себя читаем крышку от давид смотрит на него и приходит к выводу сейчас это увидим что шауль погиб почему он пришел к такому выводу какие у него есть доказательства нет не из дальнейшего а из немедленнейшего сейчас его текста доказательства нужны доказательства серьезные ну конечно он принес ему вещественные доказательства в том-то все а только что он взял шауля встретил избил отобрал у него у кого это возможно это интересный вариант тем более сделано на войне но вообще-то трудно этот предположить и если шауль и и так как давид знаете все видимо знают корону эту этот браслет то есть царские знаки признаки ни у кого другого нету то есть ли он принес практически стопроцентно если опять же не предположить что он его ограбил где-нибудь но это тоже надо закончится плохо для шауль даже если награду все равно это означает что он погиб тебе кто убил шауля давид не знает может этот молодой человек врет и он приписывает себе заслугу думаю в своих глазах заслуга что он убил шауля или знаю но кто-то шауль погиб то есть если бы он был жив не принесли бы ему его этих атрибутов теперь скажите мне пожалуйста как на иврите корона называется вот поэтому я и спрашиваю здесь мне очень интересно как здесь от написано посуд номер 10 да что нету здесь то слово это корон такая корона конечно треугольная найти как сказка а это никакой не за это венец высшая самая высокая часть так вот не зарод корона есть действительно отарай это тоже но здесь употребляется словами за в любом случае это что слово кетер она конечно не имеет отношения к ивриту а это слово какое арамейское правильно и она имеет медицинский медицинский характер сегодня слова кетер имеет имеет только медицинский характер если вы приходите к зубному врачу и он с вами начинает говорить про кетер то готовьте большие деньги это коронка ставит на зуб неважно важно то что здесь слова не за просто обратить ваше внимание что на иврите короны это не за или а тара действительно террот но никак не к это что является арамейским словом который впервые встречается в медилат это правильно там написано к это так вот давид приходит к выводу что шауль умер и схватился давид за одежды свои его задрал их и также и все люди что были с ним то есть они однозначно пришли к выводу что шауль погиб как погиб кто точно его убил кстати если проанализировать все эти все эти рассказы то мы увидим с вами что и между первым вариантом и вторым вариантом на самом деле какой-то принципиальной разницы нету то есть можно их примирить и на самом деле это и другое может быть правда а если даже и детали отличаются то в конце концов когда речь идет о таком сражении я разных людях то понятно детали могут отличаться люди по разному воспринимают в любом случае давиду ясно одно что шауль мертв и схватился давид за одежда свои и разодрал их и также все люди что были с ним и причитали и плакали и постились до вечера из-за шауля и ионатана сына его и из-за народа ашем и из-за дома израиля и попали те от меча его парите от меча и сказал давид теперь текст возвращается к самому разговор и сказал давид юноша рассказываешь ему откуда ты искал я сын чужезем самолекитянина и сказал давид ему как не побоялся ты поднять руку свою что погубить помазание каши тот кто думал что он его наградит а на самом деле вышло наоборот ведь давид как известно сам имел неоднократно возможность что сделать убить и шауля но этого не сделал именно потому что то царь израиля помазание кашем а ты ты этим хвалишься и подозвал давид одного из слуг и сказала подойди убей его этот убил его умер спрашивается за что он его убил скажите откуда он знает может он выдумал он хотел себе приписать заслугу совершенно верно то есть он его убивает за то что тот приписал похвалялся тем что он убил шауля убил ты его или нет да ведь я не знаю и никогда видимо не узнаю и сказала буду вид кровь твоя на твою голову ибо устатые свидетельцы против тебя когда сказал то я убил помазание кашем я тебя убиваю за то что ты похвалялся тем что ты его что ты его убил я оплакал давид и шауля юнатана сына его этим плачем и сказал следует научить сынов иуды владеть луком вот он записан в сэфера и шар сэфера и шар ты видимо книга в которые описывались войны аши при обратите внимание что давид сразу понял что с точки зрения военной какие войска решили судьбу сражения что здесь написано лучники вы помните если так текст и описывал лучники его настигать теперь скажите пожалуйста кто во всем войске израиля упражнялся в лучном деле давид или кто занимался лучным делом кто стрелял из лука текст от описывает юната уходит все время и стреляет из лука так нам рассказывал текст поэтому давид сразу понял что причиной военные причины поражения было отсутствие у нас лучных войск и они то погубили шауля шаулю некогда был развивать лучные войска он занимался погоней за давидом и здесь он их оплатит обратить внимание что ни слова о том что давид что шаулю его преследовал ни слова которое показывало бы радость давида или даже хотя бы удовлетворение нет помните когда погиб наваль давид выразил удовлетворение волга ташем разобрался основали отомстил здесь ни слова почему потому что это гибель царя израиля это победа пришти израиль краса на горах твоих пола убитой как поле герой не сообщайте в гате не возвещаете на улицах ашкелона чтобы не радовались дочери плештин чтобы не ликовали дочери не обрезаны горы гильбо вы знаете где горы гильбо если вы едете на на север в сторону бейджана не доезжаем слева покажутся города гильгоры гильбо на которых и погиб шауле войска израиля давид их проклинает не раз и не дождя да не будет на вас не полей плодоносных ибо там осквернен щит героев а потому что если они были выбраны для погибли шауля значит у них есть какая-то проблема в этом месте что-то нехорошее как вы дали на себе погибнуть шоу не хорошо товарищи горы вы знаете что например пророк их и скейн обращается горам израиля как личности значит у них есть какое-то желание не раз и не дождя не будет на вас не полей плодоносы бы там вас вернет щит героев щит шауле не был смазан маслом кстати для чего они мазали щит маслом кто проходил что совершенно верно и он объясняет его гибель тем что его щит не был смазан на этот раз от крови убитых от тука героев лук юнатана никогда не отступал что не отступал лук юнатана а меч шауля не возвращался ни с чем шауль юнатан любимые приятные при жизни своей и смерти своей неразлучны быстрее орлов сильнее львов были они скажите как же он говорит что они при жизни были любимые приятные и смерти неразлучные разве шауль юнатан были большими друзьями скажем так отношения были замечательные последние годы все эти каковы были их отношения натянуты так почему же давид говорит давид шауль юнатан любимые приятные в жизни и смерти своей неразлучны как будто они прямо всегда были вместе разве они были вместе они даже враждовали шауля же пытался бросать копьем своего сына давид просто так говорит это лесть или же в его словах есть отражение то что они были вместе он подчеркивает они при жизни неразлучные умерли вместе это правда или не правда то что они кровно связаны они даже не были неразлучны давид между прочим тоже родственник царя но был с ним разлучен это правда что давид что шауле давид были неразлучны что сауле да и и юнатан были неразлучны при жизни с точки зрения реальности почему нет были ли они неразлучны разлучались ли они где же это не разлучались давид с даю а то нам ника не бегал он оставался дома давид говорит сущую правду никогда юнатан шауля не покидал договаривались они с ним рядом с домом и он давиду ты иди ошибся тобой все будет хорошо а сам остался поэтому давид говорит сущую правду никогда шаулина там не разлучались судьба и было общей при жизни и поэтому судьба и было общей при смерти это не лесть это прямо четко реальная правда дочери израиля плачьте а шару надевавшим вас багряницу изящные вещи возлагавшим золотые украшения на наряды ваши видимо он повысил уровень благосостояния трудящихся как пали герои битвы и только после этого национального оплакивания он позволяет себе личную скорбь посмотрите юнатан на горах твоих ты был убит больно мне за тебя брат мой юнатан очень ты мил был мне любовь твоя ко мне была сильнее женской любви как пали герои погибла сила ратная между ними между давидами вот она была совершенно особое родство были совершенно родственные души и без вами видели что я на там уступил царство давиду хотя был в общем-то похож на него и вот на этом фоне опять же повторяю не знает давид как при каких обстоятельствах погибшего вы но ясно же там было видимо поражение они погибли и теперь вопрос что делать а ведь мы с вами потом узнаем что все колено израиля северные то есть кроме иуды увидев поражение которое потерпел израиль и шауль убежали на восточный берег иордана поэтому здесь на западном берегу иорданов к нам осталось только одно колено догадаетесь какое иуда иуда и поэтому давид спрашивает зная это понимает а спрашивает ашем подняться ли ему в еуду для чего подниматься в города иуды что он там будет делать быть царем то есть давид хочет стать царем если не всего израиля который убежал и разбежался то по крайней мере колено иуда с этого начать и сказал и было после этого попросил давид ашема ска подняться ли мне в один из городов иуды искал машин поднимись кстати обратите внимание а как он спрашивал вашим прямой телефон а я сказал вопрос был как он его спрашивал они о чем через совершенно верно ведь авиатар помните убежал с нагрудником и судя по краткости ответов именно через него получал ответ ведь вы знаете что ответ вот допустим это нагрудник да здесь есть имена колена израиля и зажигается ответ зажигаются буквы их нужно сложить и получишь ответ понятно что ответ однозначный поэтому если мы видим это ответ однозначный из кого же поднимись на сколько всего здесь букв оле три буквы несложные кстати составить нужно еще и составить тогда он спрашивает скалы куда подняться мне искал в хеврон эти краткий ответ если посмотрю алле хеврона хеврона то есть хеврон теперь получается что хеврон снова остановится столица израиля и поднялся давиду обе жены его ахином израильтянка я бегаю за наваля кормили и людей что с ним привел давид каждого семейства моего и поселились они в городах хеврона и пришли мужи иуды то есть мужи иуды то это главы иуды и помазали там давида на царство дом иуды помазали вы либо были масло назначили назначили масло выливает шмуля но так что у него кстати имеется иными словами давид поднимается в хеврон и становится царем иуды вопрос который у нас возникает это почему ему почему хеврон ведь мы с вами видели что столица иуды было до этого где байт леха где мы это видим а что пришлите на израиль откуда я знаю что байт лехом был столица иуды когда пришли за не был хеврон потому что коллег бы не фуны получил хеврон наследное наследное владение послакова да он воевал и получил потом в качестве надела семейного то есть главы иуды жили в хевроне и вдруг мы с вами видим события перемещаются в бетлехем где мы с вами ведь мигелатрут мигелатрут рассказывает о событиях так как будто бы в эпоху судей столица иуды переместилась в бетлехем да и сам давид он рождается в бетлехем почему перешла и столица бетлехем мы не знаем но она здесь вращается в хеврон и поэтому если вы поедете в хеврон и подниметесь на гору которая называется тель-румеда или одмоты шай где нахожу и находится древний хеврон остатки раскопки древнего хеврона вы увидите что там есть отметка могилы рут и ишая а ведь это интересно и рут и ишай ну по крайней мере да и рут и ишай где жили бетлехем и вся история с рут бетлехем и ишай отец давида тоже быть лохами но вернулась с давидом столица возвращается в хеврон поэтому хеврон это действительно столица иуды и и поэтому если правишь хевроне ты царь иуды и отправить но цель-то давида ведь не не в том чтобы стать царем иуды хочет объединить все царство все колено израиля ведь шауль погиб это же ему ясно но колено израиля куда убежали на восточный берег иордана и вы помните как жители я вэш-гилада мужественно перешли иордан и украли уплештим тело шауля и похоронили и поэтому давид к ним обращается и сообщили давиду что жители я вэш-гилада похоронили шауля и отправил давид послов к жителям я вэш-гилада и сказала кто какой-то колено а на восточном берегу иордана какое колено а я вэш-гилад это здесь вот я выжгила какое-то колено минаши они мужественно его спасли почему потому что помните он их спас от монетян в начале своего царства с этого и началось его царство и он говорит ребята молодцы и сказал благословенно вы вашим что оказали милость эту господину вашему шаулю и похоронили его а теперь докаташе милость вам и верность и я воздам вам за это добро за то что вы сделали это а теперь да будут крепкие руки ваши и будьте мужественны так как умер господин ваш шауль а меня помазал над собой на царство дом иуды что это означает если уж и шаур умер я стал царем иуды приходите я стану царем всего израиля все равно же нет больше шауля что они ему ответили а ничего ему не ответили но в нэр бен нэр военачальник шауля взял и жбоша то сына шауля и повел его в махана им где это махана им давно уже и не наяву махана им вот он вот он махана им махана и видите кто основал этот город правильно яков увидел лагерь ангел колок это махана и маханами начать два лагера маханы 2 маханы это махана и и поэтому там он поставил его на царство посмотрите но а в нэр сын нэра военачальник шауля взял и жбоша то сына шауля оказывается у шауля остался сын наследник и повел его в махана им и поставил его царем над геладом и ашури израэлем и фраем бениамином и над всем израилем не дал давиду стать царем всего израиля царство разделилась 40 лет было и жбоша то сына шауля когда он стал царем до израилем и два года царство только дом иуды был за давидом и было всего времени которое давид царство в хевронина дом иуды семь лет и шесть месяцев и вот теперь у меня возникает несколько вопросов сказать у вас они не возникли во первых полное несоответствие математики не сильном математике но тут что-то не то а еще до этого скажите не возник до авнер взял и жбоши то повел его махана им все убежали на восточный берег вот ребята вот наш новый царь законный наследник но прежде всего прежде чем мы разбираться с цифрами которые очень неясны следствию меня возникает вопрос другой очень серьезно вот если бы товарищ авнер сидел перед нами какой бы вопрос мы бы ему задали еще до этого я ничего не понимаю если бы шауль сидел здесь катаюсь а вот если к то еще вне можете ли вы объяснить пожалуйста следствию интересный факт шауль царь израиля мужественно и героически погибает на горах гильбо и весь израиль там с ним и в этот момент главнокомандующий всеми силами солдат номер один начальник генеральных штабов израиля мужественный авнер беннер вообще не упоминается в рассказе а после смерти шауля он вдруг появляется на восточном берегу ярда товарищ авнер можете ли вы объяснить следствию этот факт вы понимаете что это означает это означает дезертирство в момент когда происходил решающий бой авнера этом бою не было да это сказать зачем туда ходить когда и так известен результат вы помните чтобы все руночку вы помните что предшествовало сражению какое событие какое событие предшествовало сражению в рассказе очень драматическое событие нет ни с давидом с шаулем что делал шауль в ночь перед сражением ходил к этой куда он ходил кому он ходил к этой колдовщицы совершенно верно теперь колдовщица это его поднимала кого шмойля и что ему шмойль сказал ребятами завтра вы со мною ты все войско погибнете скажите кто сопровождал шауля там там было два человека понятно ближайших явно сказал слушай ну ну все равно же результат то есть то есть что ехать на эту олимпиаду и так проиграем и так проиграем ты что же мне мою молодую жизнь и карьеру отдавать до проигранной войне короче шауль а в нер в эту ночь видимо исчез но не один из бошита в ту же ночь он приходит к иж бошит убедишь бошит собирайся срочная поездка берет из бошита а слов коней не знаю что уезжает и оказывается на берегу дана а шауль мы посылаем пламенный привет мысленно вместе страна должна помнить свои герои мы поставим тебя память более того шауль арнер присутствовал на похоронах шауля когда они захоронили его там же была в нер и он говорил главную речь и он рыдал он рыдал а ты спаси свою молодую жизнь и все пусть погибают а вот она лишь бы был жив это же главное да чтобы короче у при тех средствах связи невозможно предположить что последний момент он взял вертолет и улетел чтобы оказаться на восточном берегу и ордана нужно заранее выехать и долго долго ехать причем скрываясь не попадаясь плещ тимским для всяким лазутчиком так что он не что кто не понял не понял вопросов что дело потом из бошит мы с вами узнаем судьба его в конце концов была печальная но меня интересует здесь овнер и второй факт который бы пришлось товарищу овнеру объяснять скажите пожалуйста товарищ овнер вы поставили на царство из бошита это законный наследник законный или нет законный это правильно законно никто и морщу сказать сколько лет правил из бошит два года два года из бошит правил вот ведь какая интересная цифра а всего времени в которой давид был царем над хевроне 7 лет и 6 месяцев товарищ овнер объясните пожалуйста следствию кто правил израилем остальные пять лет с половиной нет в дальнейшем рассказе видно что именно после смерти из бошита давид и получает царство нам всем израилем значит два года которого правил были последними среди этих семи с половиной вы следите за математикой семь с половиной давид 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 в хевроне окей две дво-два-два-два-два-два-два-два-двая-лая- и ши Товарищи, объясните, пожалуйста, следствию, 5,5 лет, кто правил Израилем? Потому что текст в дальнейшем описывает так, что вот гибель Ишбошита, и все приходят, Давиду принимают его на власть. Кто искал кого? 5,5 лет, кто правил коленами Израиля? А Давид в начале всего этого пришел к той... Как погибает Шауль, Давид идет в Хеврон, и 5, и 7,5 лет... Нет, он пришел туда, в то, которое северное. Давид пришел в то, которое южное. Нет, потом. Но он же предложил... Давид, царь Хевронии, окей? Нет, но он сказал, что ваш Шауль умер, давайте я буду вами править, Алексей Тиборович. Он посылает им сюда. Ну, а они что-то ответили? Ничего. Просто ничего не ответили? Мы не видим никакого факта. Никто не пришел, он что, не ответил? И вопрос, который возникает у следствия. Авнер правил. Я не думаю, что у товарища Авнера нашлось бы убедительное объяснение этому факту. Единственный факт, который здесь встает, выявляется, и все эти картины, это что 5,5 лет после смерти Шауля никакого ежбоши-то не было. А правил коленами Израиля маханаями военный диктатор товарищ Авнер. А потом он понял, что это уж совсем неудобно. И он говорит, ну неудобно, ладно, ежбошь-то иди сюда. Че, будешь царем? Сяди сюда и слушай меня. Понимаете? Они с ним каденцию меняли. Да, ежбошь-то и Авнер погибли практически одновременно. Вы понимаете? То есть я хочу подчеркнуть вам, что после смерти Шауля, когда уже... Что мы с вами думали? Ну вот, Шауль правит, да. Давид говорит, я на него руку не подниму. Аж я пусть с ним разбирается. Всем было ясно, умрет Шауль. Логично, да? И у нас, кстати, если вы спросите людей на улице просто, которые не особенно-то читали в Танах, кто стал царем после Шаулина? Давид после Шаулина. Ничего подобного. Ничего подобного. Семь с половиной лет. Ни дней, ни месяцев. Пять с половиной лет этот генерал... Этот генерал... Почему Давид не пошел в войну туда? Сейчас мы с вами увидим, чем занимался. Так, Давид не... Во-первых, Давид не... Не собирается устраивать гражданские войны. Не хотите, Ибаседор, приходите потом. Но Авнер... Сейчас мы увидим. Авнер устраивал гражданские войны, потому что если нет гражданской войны между Израилем и Иудой, что оправдывает существование двух царств? Вы понимаете? То есть этот человек захватил власть и культивировал, спровоцировал гражданскую братскую войну. Поэтому не удивляйтесь, что постигло его то, что постигло. А чем он занимался? Посмотрите. Авнер маленький Авнер. Авнер маленький Авнер. Точнее, Авнер маленький Авнер. Да. Скорее. Разница между ними только в том, что кремлевские старцы, когда добирались до власти, были уже смертельно больными. Жизнь кремляна тяжелая такая. Работа... Пишет Войнович про новых русских. Говорит, жизнь у них хорошая, но недолгая, короткая. Так вы, говорит. Правят они замечательно, власть у них потрясающий. Ну, правят они там погоду. Вы знаете, это ведь... Какая была самая важная информация в войне за власть в кремлевской верхушке? Какая самая главная информация была? Причем она была довольно-таки секретная. И кто ей владел? Какой был самый важный аргумент борьё за власть? А? Не слышу. Любовь к партии. Любовь к партии была у всех такая большая, они все хотели ею владеть. Меня интересует... Не это, меня интересует, когда они между собой там боролись. Какой фактор был решающим часто? Состояние здоровья. Они все время... Они все время... Они все время пытались получить информацию друг на друга у начальника кремлевского управления здравоохранения. А смысл? А о том, каково их положение. Брежнев говорит... Вызывает его, говорит, расскажи мне, каково состояние здоровья Андропова. Андропова вызывает человек, расскажи мне, какое состояние здоровья Брежнева. Понимаете? Потому что от этого все зависело. Кто просто кого переживет. Да? Топ. Возвращаемся. Я хочу все-таки вернуться к нашим героям и закончить вторую главу. Чем занимается Авнер, чтобы обеспечить себе власть? И вышел Авнер, сын Нера, со слугами Иши Бошида, сына Шауля, из Маханайма в Гивон. В Гивон троянг Гивадзеуэдва. А Юав, сын Цруи, со слугами Давида, вышли и встретили их вместе у пруда Гивона. И разместились те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авнер Юава, пусть встанут юноши эти и поиграются перед нами. Что это за игра? Волейбол? Стритбол? И сказал Юав, пусть встанут. И встали они и вышли счетом двенадцать беньяминцев от Иши Бошида, сына Шауля и двенадцатый слуг Давида. И схватили друг друга за голову и вонзили мечи свои друг другу в бок и пали вместе. И назвали это место, что в Гивоне Хельката Цурим, то есть поле мечей. Потом Гмара говорит, за что же Авнер погиб такой смертью? Одна из причин, за то, что сделал кровь юноши Израиля игрой. Поиграются, говорит. Это были как такие вот. Ну, че же ему? Это ж не он. Циничен до крайности. И произошла в тот день чрезвычайно жестокая битва. И поражен был слугами Давида Авнер с людьми Израиля. И были там три сына Цруи, Юава, Виша и Асэль. Цруя, сестра Давида. Это были его племянники. Асэль был легок, как не серно, конечно, а газель в поле. Цви. И погнался Асэль за Авнером и не уклонялся ни вправо, ни влево от следов Авнера. И оглянулся Авнер и сказал, ты ли это Асэль? И сказал тот, я. И сказал ему Авнер, сверни вправо или влево. И схвати себе одного из этих юношей и возьми себе доспехи его. Но не захотел Асэль отстать от него. И опять сказал Авнер Асэлю, отстань от меня, зачем мне повергать тебя на землю? И как мне показаться потом Юаву, брату твоему? Но тот не захотел отстать. И ударил его Авнер с задним концом копья в живот. То есть, если бы он обернулся, Асэль бы его поразил. А он не обернулся, а остановился и неожиданно ударил ему, не глядя. Вот это боец, это стрелок. И прошло копье сквозь него, и он упал там, и он на том же месте. И каждый подходил к тому месту, где пал и умер Асэль, и останавливался. И погнали с Юава Вишай за Авнером. А солнце уже зашло, когда они дошли до холма Аммы, что против Гиаха, по дороге в пустыне Гивон. И собрались беньяминцы за Авнером, и составили один отряд, и встали на вершине холма, и возвал Авнер к Юаву и сказал, вечно ли будет убивать медь? Посмотрите, какие слова. Авнер говорит, он оказывается миролюбец. Вечно ли будет убивать меч? Разве не знаешь ты, что горе, если будут последствия? И до каких пор ты скажешь, ты не скажешь, люди уже перестали претелывать своих братьев. Ты посмотри, какой это просто... Это просто... Кто пришел, кто войну устроил, кто игру затеял? Это потому, что он проиграл, он теперь так говорит. И сказал Юав, жив и лугим, если бы ты не говорил, то еще с утра перестал бы каждый из людей преследовать брата своего. И затрубил Юав шофар, и остановился весь народ, и не преследовали больше израильтян, и больше не сражались. Надо сказать, что была причина объективная, какая? Солнце зашло. У них не было возможности вести войну ночью, не было приборов ночного видения. Поэтому все эти разговоры о братстве и мире... Эти не могли уже больше преследовать, а те уже были на грани истощения. А Авнер и люди ушли по Араве, то есть, Биорданской долине, всю ночь, и пришли, перешли Ордан, и пришли, прошли весь Бетрон, и пришли в Маханайн. А Юав вернулся из погони за Авнером, и собрал весь народ, и не доставалось слуг Давида 19 мужей и Асаэля. А слуги Давида избили бенеминцев и людей Авнера, умерли 360 человек. То есть, все эти миротворческие речи о братстве Авнера были обусловлены его колоссальным поражением. 360 против 20. Я не совсем не могла. Кто такие люди Авнера? Это бенеминцы? Бенеминцы, то есть, Израиль. А эти из Давида. То есть, Авнер провоцирует гражданскую войну, чтобы оправдать то, что он держит их под властью. То есть, Аминашичу с ним. Все там, с Авнером. Бенеминцы имеется в виду вся эта... Все колено под руководством Бенеминцева играли главную роль, конечно. И понесли Асаэлью, похоронили его в могиле отца его, что в Бетлехене. Видите, Бетлехене. И шли всю ту ночь у Афи люди его, и на рассвете пришли в Хеврон. То есть, мы видим с вами, что Авнер специально не дает. Еще одна из причин. Две причины называются гоморой по поводу смерти такой Авнера. Первое, он сделал кровь юноше Израиля игрой. Потом еще Асаэлью говорит, что ты за мной гонишься? Возьми этого или этого. Интересное отношение к подчиненным. Второе, он на семь с половиной лет задержал царство Давида. Ради власти. Потом они пришли к Давиду и говорят, о, мы еще при Шауле тебя любили. Где же мы были семь с половиной лет? Но об этом в следующий раз. Пам-парабам-пам-пам-пам. Редактор субтитров А.Семкин